Здравствуйте, дорогие ребята! Я очень рада снова ощутить тепло ваших глаз и сердец. Меня зовут Ирина Николаевна. Надеюсь, что сегодня мы подарим друг другу только приятные минуты. Давайте улыбнёмся. Мы умные, мы внимательные. У нас всё получится. Начинается математики урок. Он пойдёт ребятам впрок. Постарайтесь всё понять. Вам я буду помогать. Тема урока «Решение задач в косвенной форме на увеличение и уменьшение в несколько раз». Сегодня на уроке узнаем решение задач на увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Научимся отличать задачи в косвенной форме от задач в прямой форме. Сможем применить вычислительные навыки жизни. Ребята, посмотрите, нам написал письмо Иван-Царевич. «Ребятки, вы милые, я самый несчастный царевич на свете. Мою любимую заколдовал злой Кощей». «Наши картины висели рядом. Мы каждый день смотрели друг на друга, разговаривали. А теперь передо мной висят какие-то цифры. От изображений моей Василисушки остались одни бумажки с математическими заданиями. «Я ходил за советом ко многим волшебникам и чародеям, но никто мне не смог помочь. Лишь один старец сказал, иди, Иванушка, в школу, в четвертый класс. Там учатся очень умные и сообразительные ребята. Они тебе помогут Василису расколдовать». «Ребята, Иван-Царевич обратился к нам за помощью. Поможем?» «Для этого нам надо выполнить задание». «Открывайте тетради, запишите число, месяц, классная работа». «Я читаю задание, а вы в тетрадях записывайте только ответы». «Уменьши число 600 на 300». «Увеличьте число 400 на 460». Найдите сумму чисел 560 и 240. «Найдите разность чисел 270 и 90». «Выразите в километрах 27000 метров». «Выразите в минутах 7 часов». «Найдите периметр и площадь квадрата со стороной 8 сантиметров». «Давайте проверим, какие ответы у нас получились». «Итак, первое задание мы с вами выполнили. Молодцы!» «Начертите два отрезка. Первый 10 сантиметров». «Он длиннее второго на 4 сантиметра». «Найдите длину второго отрезка». «Эта задача относится к теме нашего урока». «Такие задачи называются задачи в косвенной форме». «Так как про длину второго отрезка не говорится прямо, длиннее он или короче первого». «Ребята, длина первого отрезка нам известна?» «10 сантиметров». «Мы можем начертить». «А что еще сказано про длину первого отрезка?» «Он длиннее второго на 4 сантиметра». «Если первый больше, то второй меньше». «А раз второй меньше, каким действием мы находим длину второго отрезка?» «Как же мы будем решать эту задачу?» «Как узнать длину второго отрезка?» «Ребята, посмотрите на экран». «Чертеж мы начертили». «Давайте сделаем краткую запись». «Первый отрезок 10 сантиметров». «Он же на 4 сантиметра больше второго». «Второй отрезок неизвестно». «10 минус 4 равно 6». «Ответ 6 сантиметров длина второго отрезка». «Молодцы! Мы выполнили второе задание». «Итак, часть расколдовали». «Вспомните и сформулируйте задачи нашего урока». «Правильно! Научиться решать задачи на увеличение или уменьшение числа в несколько раз, выраженное в косвенной форме». «Решите задачу». «В четвертом А классе 25 учеников». «Это на одного ученика больше, чем в четвертом Б классе». «Сколько учеников в четвертом Б классе?» «Вспомнили, к какому типу относится эта задача?» «Верно! Уменьшение числа на несколько единиц в косвенной форме». «Давайте составим задачу с этими данными в прямой форме». «В четвертом А классе 25 учеников». «А в четвертом Б классе на одного ученика меньше». «Сколько учеников в четвертом Б классе?» «Сегодня мы продолжим учиться различать задачи с формулировками в прямой и косвенной форме». «Перед вами условия задачи». «Масса тыквы 8 килограмм». «Кабачок в два раза легче тыквы». «Какова масса кабачка?» «По условию задачи кабачок меньше тыквы в два раза». «Посмотрите, какой схематический рисунок можно сделать в задаче. На нем кружком обозначим массу тыквы, а валом – массу кабачка. Стрелочкой показано, как связаны масса тыквы и масса кабачка. Такие задачи вы уже умеете решать. 8 килограмм в два раза меньше. Поэтому для ответа на вопрос задачи надо массу тыквы разделить на 2. 8 разделить на 2 равно 4 килограмма. Но если кабачок меньше тыквы, а тыкве, можно сказать, она тяжелее кабачка, и ее масса в два раза больше, чем масса кабачка. Поэтому условия нашей задачи можно сформулировать по-другому. Тыква, масса которой 8 килограмм в два раза тяжелее кабачка. Какова масса кабачка? Посмотрите, что изменилось на рисунке к этой задаче. На этом рисунке стрелка направлена в противоположную сторону. Теперь она показывает, как связана масса тыквы с массой кабачка. 8 килограмм в два раза тяжелее. Обратите внимание, что решение задачи не изменилось, хотя в условии вместо слова «легче» используется слово «тяжелее». 8 разделить на 2 равно 4 килограмма. Поэтому в решении задач, в которых речь идет об увеличении или уменьшении величин в несколько раз, «сначала сравни неизвестную величину с той, которая дана в задаче». Это поможет вам правильно определить, каким действием, делением или умножением, решается задача. В нашей задаче масса кабачка меньше, поэтому задача решается делением. Давайте решим еще одну задачу. Октан прочитал 12 страниц. Это в 3 раза меньше, чем прочитала Акылай. Сколько страниц прочитала Акылай? Для решения задачи нам важно понять, Акылай прочитала больше октана или меньше? Если октан прочитал в 3 раза меньше, чем Акылай, значит Акылай прочитала больше в 3 раза. Поэтому задача решается действием умножения. 12 умножить на 3, получаем 36. 12 в 3 раза меньше, в 3 раза больше. 12 умножить на 3 равно 36. Ответ. 36 страниц прочитала Акылай. Молодцы! Еще помогли Ивану-Царевичу в освобождении Василисы. А теперь давайте отдохнем. Снежинки летали, Снежинки порхали, Дружно хлопали, Ножками топали. Но пора нам всем считать И Василису выручать. Потянулись и сели. А теперь поработаем по учебнику. Открыли страницу 68. Задача номер 322. Читаем задачу. В хозяйстве собрали 356 тонн картофеля. Это на 231 тонну больше, чем свеклы. Сколько тонн свеклы собрали в хозяйстве? Составим краткое условие. Каким действием мы узнаем, сколько свеклы собрали? Правильно вычитание. 356 минус 231 равно 125. Ответ. 125 тонн свеклы собрали в хозяйстве. Ребята, скажите, как называются такие задачи? Да, это задачи в косвенной форме на увеличение или уменьшение числа. Молодцы! Мы с вами получили еще один ответ. И Василиса почти расколдована. Ребята, Кащи, чтобы отпустить Василису, требует подвести итог урока и рассказать ему, чем мы сегодня занимались на уроке математики. А мы сегодня на уроке математики узнали решение задач на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Мы научились отличать задачи в косвенной форме от задач в прямой форме. Можем применить вычислительные навыки в жизни. Ребята, вы молодцы! Посмотрите, мы сняли заклятие с Василисы. Иван-царевич и Василиса говорят вам огромное спасибо. А вы знаете ли, с какой сказки пришел к нам Иван-царевич и Василиса? Перед вами разноцветные шарики. Это шарики настроения. Нарисуйте в тетради шарик, который будет обозначать, как вы чувствовали себя на уроке. Ребята, время нашего урока подошло к концу. Спасибо за активную работу на уроке. До свидания. До новых встреч.